Всем свек, дорогие! И, как я поняла по прошлому ролику, вам очень нравится обсуждать пейринги в геншине. И вот, я не заставила вас долго ждать, и в этом ролике мы обсудим часть популярных гетеропейрингов в комьюнити. Ну а вы сами понимаете, если проявите активчик под роликом, поставите тут лайки, напишите комментарии, то вторая часть совсем не за горами. Мы поступим с вами так, я рассказываю про пейринги, как они связаны и что я про них думаю, а вы в этот момент пишите в комментариях свое мнение про каждую из этих парочек. Досматривайте ролик до конца, не забывайте проявить активность и переходите в мой телеграм-канал, ведь именно там мы обсуждали уже все эти парочки. Ну все, погнали! На данный момент самым популярным пейрингом среди фандома, наверное, являются Ньови и Фурина. Но тут я про них не буду рассказывать, потому что посвятила до этого им целое видео. По подсказке потом можете посмотреть. Идем дальше. Довольно популярный шип, который был раньше, это Джин и Делюк. Эти двое знают друг друга очень давно, с момента, когда Делюк был начальником Джин в World of Avonius. Пока трагическим образом не погиб его отец, и он стал винить всех рыцарей в их некомпетентности. Несмотря на это, Джин всегда глубоко уважала Делюка и верила, что однажды он сможет изменить свое мнение о них. Ведь хоть и идут они разными путями, цель у них одна – защита Манштадта. В настоящем времени они вместе взаимодействовали по основному сюжету, и после чего как раз таки и стали их шиберить. Ведь когда мы были в таверне, и ГГ интересуется, кем они приходятся друг к другу, то они оба смутились, после чего повисла неловкая пауза. Возможно, они также дружили еще, когда были детьми. Делюк на самом деле тоже хорошо относится к девушке, ведь именно он устроил вечеринку для Джин в таверне, а также принимал участие в создании летнего скина для нее. Что лично моего мнения, то Даша пару лет назад сказала бы, что это кринж, а не пэринг. Сейчас я скорее нейтрально к ним отношусь, но не чувствую химию между героями. Для меня они скорее старые друзья и товарищи по работе, которые просто уважают друг друга. Следующие кандидаты – это Альбедо и Сахароза. Альбедо – главный алхимик, а Сахароза – его ученица, и в целом уже этого хватает фандуму, чтобы начать их шиберить. Многих умиляет, как эти двое переживают друг за друга и мило взаимодействуют. Казалось бы, такой остраненный Альбедо довольно мягко общается со своей ученицей. Они очень много времени проводят наедине, хорошо знают друг друга и улавливают даже малейшие изменения в настроениях. Однажды Альбедо даже организовал ей семидневный отпуск, так как сильно переживал о состоянии девушки. Также парень на празднике ветряных цветов подарил Сахарозе нечто похожее на ее любимый цветок – анимонию, сказав, что этот цветок ему напоминает о девушке. И еще и забавная реплика Лизы о том, что перед тем, как пойти к алхимикам, нужно обязательно постучать в дверь, чтобы вдруг не увидеть то, чего нельзя видеть. Понятно, что она тут про их опыты говорит, однако в своей манере с приколами. Лично мне кажется это довольно комфортным пэрингом. Он не является моим любимым, но у этих двоих и правда очень милое взаимодействие, так что лайк им ставлю. Очень многие игроки любят шипперить главного героя просто со всеми персонажами Таевата. Но конкретно в этом видео я расскажу про один из самых популярных пэрингов – Child Illumine. Я не буду пересказывать все события, в которых замешан Тарталья, потому что их очень много, но действительно ощущается его особое отношение к главному герою. Да и сам ГГ вечно оправдывает его и закрывает глаза на то, что вообще-то он Фатуи и когда-то чуть не убил нас в бою. Как мы знаем, Тарталья любит помахать кулаками и в своих репликах часто зовет именно нас своей партнершей и вызывает еще сразиться. Зовет нас вступить в Фатуи, хочет познакомиться со своей семьей, зовет с ним покорить мир и править вместе. Ну и самое главное, он хочет приготовить для нас борщ. Тарталья очень беспокоится о жизни Люмин. Он кучу раз повторяет «Ты должна жить, я не допущу твоего провала, не вздумаю умирать». Ни у одного другого героя я не видела столько реплик касательно переживаний за жизнь главного героя. Он также делится своими переживаниями с Люмин и доверяет ей свои секреты и даже глаз бога. В целом многим просто нравится эстетика этой пары. Вот с Чайлд, такой русский парень, простой, открытый. И рядом с ним такая загадочная и спокойная Люмин. И в целом я понимаю людей, которым нравится этот пэринг. Он правда довольно атмосферный и совсем не беспочвенный. Ну а после кучи крутейших артов, связанных с ними, очень трудно не проникнуться. И еще один пэринг с Люмин. И как по мне, это самый канонный канон, который может быть. И это Люмин и Дайнслив. Кстати, тут действительно видно, как разрабы считают Люмин принцессой бездны, а не Итера. Потому что сам Дайн обращается к Итеру в тизере. «Одолей меня, заставь уступить тебе мой путь. Докажи мне, что ты достойнее меня для того, чтобы спасти ее». Их история начинается с того самого момента, как близнецы прибыли в Тейвад. Но первой очнулась именно Люмин. Она познакомилась с Каэнриах и людьми там, в том числе и с Дайном. Все шло хорошо. Люди очень любили Люмин и считали ее настоящей надеждой нации, пока не началось бедствие в Каэнриах. В этот момент Люмин будит своего брата и они пытаются сбежать. Однако, тут мы вспоминаем первую катсцену в игре и понимаем, что близнецов разлучают и запечатывают во времени. Люмин снова просыпается раньше и начинает свое путешествие по Тейваду с Дайном. Вместе они были в Манштадте, логове ужаса Бури и Сумеру, но в один момент их пути расходятся. Девушка становится его врагом и принцессой бездны. Даже если просто послушать эту историю, звучит крайне романтично. Дайн с приятной тоской вспоминает и деньки вместе, очень трепетно относится к ней и даже несмотря на эрозию, все еще помнит ее любимые цветы. На самом деле, про их пару я бы даже сняла отдельное видео, ведь тут я просто пробежалась по верхам, а можно копнуть куда глубже и рассказать, как прошло и почему закончилось их путешествие именно в Сумеру. Так что дайте знать в комментариях, если хотите отдельное видео. Ну а я лишь скажу, что эта пара для меня является любимой и абсолютно каноничной парой в Геншине. На этом ролик подходит к концу, не забывайте оставлять комментарии про то, какие же вам из этих парочек больше всего нравятся или не нравятся, тоже имеют место быть. Как я и говорила, будущее второй части, третьей части зависит от вас, так что наваливаем актива. Ну и все, я буду прощаться, всем свэк и пока.